Почётный титул «Игра года» традиционно присуждается тому или иному тайтлу во время проведения ежегодной церемонии награждения The Game Awards. В данном видео я покажу вам лучшие игры, начиная с 1979 по 2019 год, а также сделаю смелое предположение насчёт самой крутой игры 2020-го, будь он не ладен года. А теперь всем приятного просмотра и... понеслась! История видеоигр началась в 1940 году, когда в академической среде разрабатывались простенькие игры. Но, как известно, компьютерные игры длительное время не были популярны. И только в 70-х годах, когда широкой публике стали доступны аркадные автоматы, игровые консоли и домашние пекарни, игры сделались полноценной частью поп-культуры. Посему с 1979 года я и начну отсчёт лучших игр. Итак, игрой 1979 года, если её можно так назвать, ибо данного термина ещё не существовало, стал знаменитый шутан Space Invaders, созданный небезызвестным разработчиком видеоигр Тамахиро Нисикадо. Данная, простая как три копейки игрушка, за время своей долгой жизни успела выйти на массе платформ, начиная от Nintendo 64, Game Boy и заканчивая PSP и iOS, а также сыграть немалую роль в формировании современной игровой индустрии. К 1980 году рынок видеоигр заполонили различные шутинапы, пытающиеся урвать толику популярности Space Invaders. Посему умельцы студии Намка решили пойти иным путём и создать аркадную игру, которая понравилась бы не только мужской части гейм-комьюнити, любящей делать пил-пил, но и заинтересовала бы прекрасную половину. Так, в 1980 году на свет появился известный всем и каждому Pac-Man — жёлтый кругляшок, поедающий точки и фрукты в лабиринте, при этом мастерски ускользающий от призрачных преследователей. На своей родине в Японии игра не обрела популярность, зато в Америке стала безоговорочным хитом, а всё благодаря абсолютному отсутствию насилия. Именно этот фактор позволил играть в Pac-Man'а людям всех возрастов, вероисповеданий и полов. В 1981 году балом правил старый добрый Donkey Kong, созданный горячо любимой лично мною компанией Nintendo. К слову, именно Donkey Kong стал первой игрой в жанре «Спаси барышню». Суть игры была очень проста. Некто-плотник по кличке Прыгун, чем-то напоминающий Марио, должен спасти свою подружку от злобной гориллы Donkey Kong. Вот, собственно, и всё. Спустя годы игра посетила множество платформ и удостоилась почётного звания золотой классики видеоигр. Благодаря культовому научно-фантастическому фильму «Трон», вышедшему в 1982 году, одноимённая аркадная игра, созданная по его мотивам, обрела огромную популярность. По сути, «Трон», разработанная студией Midway, содержит в своих недрах четыре мини-игры, отсылающие к тем или иным моментам картины. К примеру, в игре наличствуют боевые танки, световые мотоциклы и даже некоторые персонажи оригинального фильма. К 1983 году Пальмо Первенства уверенно перехватил пресловутый платформер Mario Bros., созданный большой N. Именно в Mario Bros. плотник и кейпрыгун из упомянутой ранней игры Donkey Kong получил всем известное имя Марио и переквалифицировался в каноничного сантехника. И теперь вместо того, чтобы воевать с большой гориллой, пожирает грибочки и сражается с драконом, но зато по-прежнему спасает злосчастную барышню, хоть теперь и королевских кровей. Knight War — это первая псевдо-трёхмерная изометрическая стратегия, вышедшая в свет в 1984 году и получившая награду Golden Joystick Awards в номинации «Игра года». С данной игрушкой я, увы, не знаком, посему на этом мои полномочия всё. И снова вездесущий Марио, но на этот раз своей самой известной итерацией 1985 года, Super Mario Bros. Многого тут не скажешь. Всё тот же Марио, всё та же принцесса Пич, находящаяся в другом замке. Но, тем не менее, игровая классика и лучшая игра 1985 года, как-никак. На дворе 1986 год, и снова творение великой и могучей Нинтендо забирает себе почётное звание «Игра года». Но на этот раз за счёт бестселлера, повествующего о приключениях бесстрашного Линка на просторах королевства Хайрул The Legend of Zelda. Помимо звания «Игра года», The Legend of Zelda побила все возможные рекорды продаж. Да ты только представь, количество проданных копий перевалило за 6,5 миллионов картриджей. И это что-то невообразимое для того времени. Лучшей игрой 1987 года был признан довольно известный гоночный симулятор, созданный компанией Sega, OutRun, позднее разросшийся в весьма внушительную франшизу. На момент выхода OutRun обладал модным пляжным саундтреком, динамичным геймплеем и отличной графикой, чем, собственно, и полюбился множество игроков. 1988 год, в свет выходит культовое аниме Акира, киберпанк цветёт и пахнет, и является чуть ли не самым популярным жанром как в кино, так и в анимации. Вот и видеоигры не остались в стороне, попытавшись урвать свой кусок хайпа. Игра Speedball 1988 года представляет собой симулятор жёсткого футуристичного киберпанк-спорта, являющегося причудливой амальгацией гандбола, хоккея и футбола. Столь необычное творение быстро обрело популярность, получив при этом заслуженную награду Golden Joystick Awards в номинации «Лучшая 16-битная игра» и «Игра года соответственно». Всем известная игра Tetris, созданная советским программистом Алексеем Пожитновым, увидела свет в 1984-м. Но вот до Америки добралась несколько позднее, что не помешало ей стать абсолютным хитом своего времени, и в 1989 году удостоится звания «Игра года». 1990-е, и снова Nintendo, и снова Super Mario, но теперь с припиской World забирает звание «Лучшей игры года», тут без комментариев. Ответ очка от конкурента в лице Sega не заставил себя долго ждать. И уже в 1991 году озорной ёжик, главный герой игры Sonic the Hedgehog, стремительно вырывает титул «Игры года» из рук пожилого водопроводчика. На смену безобидному синему ежу пришёл самый кровавый и жестокий файтинг в мире Mortal Kombat. И несмотря на все запреты и порицания, в 1992 году МК становится «Игрой года», что и неудивительно, ведь франшиза живёт и здравствует и по сей день. В 1993 году лидирующую позицию в стане файтингов занял Super Street Fighter The New Challenger. По мнению нескольких маститых журналов, к примеру таких как Gamer Pro, Super Street Fighter достоин звания «Лучшей игры» 1993 года. Помимо этого, игра засветилась в номинациях «Лучший файтинг», «Лучшая графика» и «Лучшая музыка». Сразу после выхода в 1994 году игра Donkey Kong Country, разработанная «Большой N», буквально взорвала игровое комьюнити. Критики писались кипятком, обмазывая её высокими оценками и положительными рецензиями, а игроки выстраивались в очереди, дабы обзавестись вожделенным тайтлом. По итогу Donkey Kong Country продалась девятимиллионным тиражом и получила целую кучу разнообразных наград, среди которых застесалась вожделенная игра года. 1995 год. Без лишних слов сиквел Donkey Kong Country. Такой же успех, всё те же награды. Соскучились по Марьево? Я вот нет, но история есть история. 1996 год. Первая полноценная трёхмерная игра Super Mario 64 уверенно покоряет геймерские сердечки, а также штурмует неприступные умы критиков, попутно утопая в бесчисленном множестве наград и регалий. В 1997 году свет увидел одну из лучших JRPG всех времён и народов, по мнению игрового портала GameSpot Final Fantasy VII. На деле семёрка, разработанная небезызвестными скворечниками, удостоилась целой кучи наград, как за передовую графику, так и за мастерскую подачу сюжета. К 1998 году серия The Legend of Zelda в лице игры The Legend of Zelda Ocarina of Time вновь удостоилась звания игра года. И даже более того, по мнению журнала Age, она стала лучшей игрой всех времён. Помимо этого, Ocarina of Time значится самым продаваемым тайтлом 1998 года, хоть и поступила в продажу в самом его конце. 10 миллионов копий говорят сами за себя. 1999, восьмая часть последней фантазии уверенно получает звание игра года, доказывая тем самым, что Final Fantasy является одной из лучших игровых серий в мире. Ну, как минимум в категории JRPG. 2000 год был странным, как минимум потому, что лучшей игрой года был признан симулятор жизни The Sims, что, по моему мнению, довольно неоднозначный выбор. Но, хей, кто я такой, чтобы осуждать выбор большинства? Короче, имеем то, что имеем. И вот, наконец-то мы добрались до всеми любимой серии GTA, которая ещё не раз будет признана игрой года. Сейчас же на дворе 2001, и 3-й GTA буквально взрывает мозг игрового комьюнити своим передовым трёхмерным графоном, масштабным открытым миром и крутой бандитской историей. 2002, и ещё одна игровая серия, принадлежащая компании Nintendo, забирает к себе в копилку почётное звание игры года. Говорю я, конечно же, о знаменитый Metroid, а конкретно Metroid Prime. Хоть убейте, но я искренне не понимаю, как симулятор американского футбола Madden & Fail 2003 смог урвать звание лучшей игры на PS2. Лучшей игры года и самой продаваемой игры года. И это в тот момент, когда свет вышел Beyond Good & Evil, Принцов Персия, Max Payne 2 и NFS Underground. Ну да и бог с ним, едем дальше. Я обещал больше GTA, и вот она. 2004 год. Несравненная GTA San Andreas как волна захлёстывает игровое комьюнити и буквально пленяет как критиков, так и рядовых геймеров. Её называют лучшей игрой на PS2, лучшей игрой в серии GTA, лучшей игрой года и так далее. И с этим званием, я думаю, согласятся абсолютно все, ведь игра любимая и по сей день. Любимая многими Resident Evil 4 вышла в далёком 2005 году. По сути, она была неким экспериментом, призванным освежить устаревшую серию новыми механиками, графикой и так далее. В итоге четвёртую резьбу засыпали тоннами лестных отзывов и множеством завидных наград. Помимо очевидной игра года, она удостоилась звания лучшей игры в серии. Одной из 20 лучших игр для GameCube и одной из 99 лучших игр всех времён. Заслуженно, не правда ли? От японских RPG плавно переходим к американским. В 2006 году детища студии Bethesda, известная как Zelda Scrolls IV Oblivion, удостоилась звания игра года. Что и неудивительно, учитывая масштаб мира, обилие возможностей, кучу квестов и тому подобных ништяков. А BioShock сказано немало, поэтому не буду тянуть большого папочку за... ну ты понял. И перечислю лишь парочку сухих фактов. Уже на старте множество изданий окрестило BioShock игрой 2007 года. А спустя непродолжительное время BioShock и вовсе утонул в потоке наград, среди которых были такие как... Лучшая графика, лучший шутер, лучший саундтрек, лучшая игра на ПК и так далее. 2008 год и снова GTA, но на этот раз четвёртая часть, которая лично я считаю самой слабой в серии, но на вкус и цвет, как говорится. Тем не менее, неоспоримая игра года. В 2009 году детища несравненной студии Naughty Dog Uncharted 2 удостоилась звания игра года, и ещё масса восторженных отзывов, оценок и сопутствующих регалий. И снова Rockstar, но на этот раз с великолепной игрой Red Dead Redemption 2010 года выпуска. Игра вторя своему GTA-шному брату удостоилась массы наград и тёплых отзывов критиков. К слову, на данный момент продано 13,5 миллионов копий игры. Несомненный шедевр и заслуженное звание игра года 2010. 2011 год, The Elder Scrolls V, купи Skyrim, и этим, пожалуй, всё сказано. Эпизодический, тогда ещё интерактивный квест Валькин Дед в начале своей жизни пришёлся по вкусу фанатам одноимённого комикса, а также на тот момент ещё не скатившегося сериала. Вследствие столь тёплого приёма, Ходячих назвали лучшей игрой 2012 года. А потом она скатилась вторя своему киношному брату. Аминь. 2013 год был годом GTA V. Она была везде, весь ютуб был завален роликами с прохождениями, нарезками, смешнявками, пасхалками и прочим скамом. Короче, игра пришлась по вкусу абсолютно всем, вследствие чего пятёрка стала игрой года, как и её предшественники, впрочем. 2014 год, великая и ужасная RPG Dragon Age Inquisition становится игрой года. Ну, становится и становится, чё бубнить-то, едем дальше. И вот мы на пороге 2015 года, и каждый любитель игр без труда вспомнит тайтл, который на голову превзошёл всех конкурентов. Без лишних слов, богоподобный Ведьмак 3 Дикая Охота. Одна из лучших RPG всех времён и народов, кто бы что ни говорил. Overwatch, игра, которую я люблю и ненавижу. В 2016 году инновационный гей-еройский мобо-шутер от Blizzard порвал всех конкурентов, и был признан игрой года, чем вызвал массу пригораний и недопонимания со стороны геймерского комьюникса. Простите, сессионный шутан за 2к, да ещё и игра года? Кого? В 2017 году звание игры года вновь отошло в франшизе игры, которые по длине названий могут легко соперничать с творениями великого бурята. The Legend of Zelda Breath of the Wild, вышедший эксклюзивно для консолей Nintendo Switch, с лёгкостью и, возможно, некой финансовой поддержкой удостоилась таки почётного звания игра года. 2018 был почти вчера, поэтому ни для кого не секрет, что лучшей игрой стала God of War. Основными героями данной баллады являются батя Кратос и его надоедливый пиздюк Атре, идущие на гору, дабы развеять прах усопшей мамашки, но не тут-то было. Игра красиво, обладает интересной боевой системой, шикарной режиссурой роликов, крутой постановкой боёв, эпичным сюжетом и так далее. Один у неё только минус, но пука не вышло. ПК-бояре, с вас по лайку. Короче, заслуженная игра года. И вот, наконец-то, 2019 год. Сикерос Шадоуз Дайтвайс разрывает геймерские пуканы, и между тем находит укромное местечко в хардкорных сердцах особо стойких задротов. Как итог игра года, честь, хвала, почёт и безмерное улужение господину Миядзаки. И, напоследок, как говорится, ткну пальцем в небо. Игрой 2020 года, по моему личному мнению, станет Cyberpunk 2077. Почему, спросишь ты? Да потому что данный текст скоро наберёт небывалую популярность на ты-трубе, посему я буду лохом, если не подвяжу его к данному ролику. А на этом, пожалуй, я и закончу сегодняшнее видео. Есть чем дополнитель, а жуть как хочется оскорбить автора за совершённые косяки? Не сдерживайся, выпусти пар в комментариях. Ну а коли я стал лучшей игрой твоего нежного кокора, не сочти за труд выполнить простенькую ютубовскую рутину. Жми лайк, делай репост, дёргай похотливый колокольчик, рубай все уведомления на своём ведрофоне, ляпай дестанно чистые комментарии, подписывайся на канал, не забывай. В общем, будь активным, на этом всё. Всем удачи и пока!